Привет всем, друзья! С вами я, Эдскрайбер. Я вернулся с отпуска. Мы отлично просто отдохнули, проехали 12 тысяч километров, побывали в разных горах, полазили по разным горам, были на море, везде, в общем, было очень круто. Доехали, если честно, до Анталии и вернулись как бы назад через Стамбул. В общем, все интересно. Там я снимал мало влогов, потому что хотел отдохнуть. Давайте начнем. Сегодня у нас топчик. Топчик топ-7 флагманов 2018 года. На рынок вышли основные игроки флагманов, и кто-то из них нас удивил и порадовал, а кто-то, к сожалению, разочаровал. Мы любим флагманы за что? За то, что у них топовая начинка, топовая камера, в принципе, все топовое, и в них есть самые главные какие-то инновации. За это мы как раз и готовы платить. Ну и самый интересный момент, на который хотел бы тоже обратить внимание, это стоимость. Итак, давайте начнем. Седьмое место. На седьмом месте OnePlus 6. Пока вы видите некоторые технические характеристики, давайте поговорим о самом смартфоне. Конечно, здесь топовое железо, последний процессор от компании Qualcomm, отличный экран, ну и все такое. Но OnePlus 6 ничем не отличается от всех сереньких флагманов этого года, таких как Google Pixel, Sony XS2 и так далее. Это просто топовая начинка, топовый телефон, хорошая камера и все. Никаких инноваций, ничего тебе новенького, просто плачешь деньги за топчик. И на момент записи вышел еще у компании Xiaomi PacoFone, который, наверное, раздает просто OnePlus 6 и вообще компанию OnePlus. Не уступает он по техническим характеристикам, стоит он гораздо дешевле. Но стоит отметить, что у PacoFone только пластиковая крышка, конечно, это минус. Но все-таки, все-таки это хороший компромисс, на который пойдут, наверное, многие. И что делать OnePlus, ну, пока что неизвестно, непонятно. Но, тем не менее, он занял седьмое место, потому что, в принципе, у него неплохой цене. Шестое место. Honor 10. На самом деле, он тоже очень стандартный аппарат. Ни заурядный, ни выдающийся на фоне остальных. Технически он оснащен, конечно же, неплохо. И вы подумайте, почему же такой стандартный телефон попал в топ? Лично мне зашла его цена. Я на Алиэкспрессе видел даже, что в момент определенной акции он стоил около 22 тысяч рублей. Это очень и очень дешево для флагмана. То есть, около 370 долларов, там, плюс-минус, можно было его купить. Конечно, как ни крути, когда видишь такой ценник за флагман, тебя это просто-напросто радует, и ты хочешь купить этот телефон. Это один из самых больших плюсов этого телефона. И, можно сказать, это его козырь. Если вы подбираете недорогой телефон, или вас попросили подобрать какой-то флагман вот этого года, то есть, абсолютно свеженький флагман, то это, конечно, Honor 10 без каких-либо компромиссов. Пятое место. HTC U12+. У этой компании, конечно, большие проблемы. На данный момент им надо срочно что-то предпринять, чтобы вылезти из этого кризиса. За счет чего они хотят это сделать, конечно же, вообще непонятно. Чтобы вылезти из этого болота, им нужно сделать что-то абсолютно незаурядное. Но, несмотря на все эти трудности, несмотря на все эти проблемы, телефон HTC U12+, попал в наш топчик. А почему? Потому что это, на самом деле, гиковский аппарат. Они сделали первую попытку с прозрачной задней крышкой. И это сделали не Xiaomi, а именно HTC U12. За счет этого можно было рассмотреть детали процессора, ну и так далее. То есть, посмотреть, и это было интересно. Это была хорошая концепция, интересная концепция, которая отличала его от других телефонов. И это, на самом деле, хорошая такая аналоговая вещь. То есть, это не наклейка, это не рисунок, не еще что-то другое. Это, на самом деле, аналоговая вещь. Прозрачное стекло и вызывает интерес. Также из инноваций у этого телефона есть боковые ребра. Как прижать этих ребер, вы можете вызвать определенное меню, сделать скриншот и так далее. Это тоже, кстати, удобная фишка, которая не встречается ни на каком другом телефоне. Это чисто разработка компании HTC. Насколько она удобна или нет, конечно, судить вам. Но все-таки это попытка сделать что-то необычное, что-то инновационное, интересное. То, что может подтолкнуть других, купить именно их телефон, а не другой. Но проблема в том, что цена этого телефона HTC просто пугает. И они этой ценой сами себя губят. И постелили себе, наверное, уже на земельку. Потому что чуть меньше тысячи долларов стоит этот телефон. И, скорее всего, это, друзья, похороны. Но попытка была неплохая. Четвертое место. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Да, только на четвертом месте. Потому что у компании Xiaomi действительно все хорошо. Все налаживается. И в плане всех остальных телефонов они вообще рвут. В этом году рвут и мечут. И молодцы. Они наметили курс. Они понимают концепцию своего движения. И они движутся в этом направлении. И это очень здорово. В этом году компания Xiaomi на самом деле постаралась. И выпустила годный флагман этого года. Потому что с этим у них были проблемы. Прошлая шестерка Xiaomi вообще никому не зашла. И она прошла как бы мимо. Поэтому были очень большие проблемы. И вот компания Xiaomi представила нам настоящий, крутейший, инновационный флагман. Конечно, в плане начинки я здесь даже говорить не буду. Он нашпигованный, нафаршированный вообще по полной программе. Конечно, у него много чего скопировано от 10-го айфона. Но тем не менее. Разблокировка по лицу. Все сканеры там. Все красивенько и очень хорошо работает. Так, чтобы сканировалось в любое время суток. И все в этом плане хорошо. Настроенный сканер отпечатков пальцев. Встроен прямо в экран. Если вам необходимо, пожалуйста, нажимайте и разблокируйте. Это тоже классная технология. Технология, конечно, сырая на данный момент. Но постепенно она разрабатывается. Годик второй. И все, наверное, уже будет норм. Ну и, конечно, задняя крышка этого телефона прозрачная. Где вы можете разглядеть все, что вам интересно. И она сделана несколько по-другому, чем у HTC U12+. Конечно же. Она более прозрачная. Больше видно процессор. Ну и все остальные деталечки, конечно, очень хорошо все можно рассмотреть. Это действительно гиковская интересная фишка. Очень сильно отличает этот телефон от всех остальных. Технически, конечно, это ни на что не влияет. Но, тем не менее, это очень интересно. Это новое движение. Это новый тренд, который будет продвигаться, скорее всего, в этом году. И компании Xiaomi, спасибо вам большое за это. За то, что выпустили нормальный годный флагман этого года. Это заслуженное четвертое место. Тоже на третьем месте, скажете вы? Не Xiaomi. Да, Huawei P20 Pro. На самом деле, это заслуженное третье место. И я постараюсь объяснить, почему. Эта компания, одна из самых первых, выпустила свой чудо-смартфон. Если раньше мы смотрели футуристические ролики о телефонах с тремя камерами, ну и так далее, то Huawei взяла и просто выкатрила самый настоящий трехкамерный телефон. И самое интересное, что это не муляж, а очень сложная и сбалансированная система. Многие признали, что это лучшая мобильная камера на рынке. Один из сенсоров на 40 мегапикселей, один телевик. И нижняя камера, состоящая как бы отдельно. Это 10-мегапиксельный черно-белый модуль. В нем искрыта вся хитрость, вся соль и вся фишка. Отчего у них получаются такие шикарные и четкие фотографии, даже в условиях плохой освещенности. Оптика от компании Leica. Здесь даже говорить ничего не стоит. Это и есть формула успеха этого телефона. Это на самом деле крутые инновации. Это крутые разработки, которые компания Huawei не постеснялась и выкатила на рынок. И она сделала, подчеркну еще раз, одна из самых первых это сделала. Поэтому все очень круто. Ну, также сюда накатили батареечку на 4000 мАч, чтобы жизнь вообще казалась просто малиной. Поэтому заслуженное третье место за вот такую супер попытку сделать отличнейший телефон. Второе место. Компания Vivo представила телефон Nex S. Мы уже не говорим, что здесь топовая начинка и есть все преимущества этого телефона. А суть здесь в другом. Конечно, это один из самых первых представителей самых безрамочных телефонов. Это по-настоящему прорыв среди безрамочных смартфонов этого года. И мы сейчас, конечно, не будем говорить о кривой прошивке Fantage OS. С русской прошивки, что она не очень хорошая. Но мы будем в первую очередь говорить о технологиях. То, что представила компания Vivo. Так как экран занимает почти всю переднюю поверхность, то для селфи-камеры там не нашлось места. Поэтому селфи-камера в этом телефоне выезжает сверху. И мы уже видели такую концепцию. На самом деле, вот в серийном производстве такого еще не было. Выглядит этот смартфон спереди просто потрясающе. Но вот задняя крышка, конечно же, подвела. Она не такая футуристичная, не такая интересная. Нет какой-то особенной концепции. По сути, если перевернуть телефон и поставить на заднюю крышку, то ты не поймешь, что это телефон будущего. Вот передняя часть, конечно же, совершенно смотрится иначе. Также есть инновационный сканер отпечатков пальцев, который встроен прямо в экран. И телефон на самом деле очень выглядит хорошо, интересно и футуристично. Есть, конечно, недочеты. Но Vivo Nex S по праву заслужило второе место в этом топе. Ну и кто же на первом месте, друзья? Это Oppo Find X. Это вообще просто космос. По сути, раньше мы только видели концепции таких телефонов, изображенных на бумаге или при помощи компьютерной графики. Но Oppo взяли и выкатили этот концепт в серийное производство. Это на самом деле очень круто смотрится. Смотрится футуристично, интересно. И ты понимаешь, когда ты держишь этот телефон в руках или видишь его даже на бумаге, ты понимаешь, что это будущее телефонии. Это на самом деле интересное развитие, интересная концепция, которая, наверное, пойдет и дальше. И момент. Эта компания не пошла на поводу у других, не скопировала тупо 10-й iPhone, не переняла его фишки, не переняла его технологии, но она пошла по собственному пути развития, и которая, возможно, потянет за собой других. Это интересная концепция, которая не встречается ни в одном из телефонов. Смотрится очень интересно. Спасибо компании Oppo за то, что они пошли на этот смелый шаг. Oppo Find X это абсолютно безрамочный телефон спереди. Также они пошли дальше. И на задней крышке нет тоже ничего, не камер, как только есть концепция дизайна самого смартфона, который смотрится очень футуристично и очень красиво. Куда же спрятаны все камеры или же нужные сенсоры этого телефона? Они находятся внутри этого телефона, и верхняя часть телефона выезжает. На задней панели появляются две камеры, спереди появляются фронтальные камеры и все необходимые датчики. Таким образом, Oppo Find X решила проблему безрамочности. И это сделано очень интересно, концептуально. Это очень красиво и необычно. Сказать, что это прорыв в телефонии, так это ничего не сказать. Если рядом с Oppo Find X поставить iPhone X, то iPhone X покажется просто прошлым, а не настоящим. Молодцы китайцы, что не пошли на поводу у яблочной компании, но сделали такой смелый шаг и пошли по своему пути, по своей концепции. Это очень круто и это абсолютно заслуженное первое место этого топа Oppo Find X по технологиям и по всем остальным фишкам. Хотелось сказать, что есть один еще флагман, на который стоит обратить внимание. Цена на него постепенно падает. Топовое железо, все остальное это Xiaomi Mi X2S. Если вы хотите себе тоже один из хороших, таких недорогих топовых флагманов, то это как раз этот телефон. Друзья, с вами был я, EdScriber. Пишите обязательно свои комментарии, какой телефон вы бы еще включили в этот топ. Может быть с чем-то вы не согласны, может быть что-то вы хотели поправить, то обязательно пишите все это в комментариях, ставьте обязательно лайкусик и все будет хорошо. Всем хорошего настроения, всем пока-пока!